Калининградская юношеская библиотека Книги – да, хорошо, цветы – да, хорошо, но хотелось, чтобы какая-то душа появилась. Во многих я видела учреждениях, и в Чеховке у нас в главной библиотеке кошек прикармливают, но они их кормят, а на ночь они уходят на улицу. Так это жалко. Я знаю, что погибают животные. Потомок сиамских котов, что отчетливо видно по окраске Грея, ведет активный образ жизни. Он любопытно наблюдает за происходящим на улице, гуляет, встречает посетителей, участвует в мероприятиях и даже сторожит помещение. Библиотекари отмечают не только активность, но и живой ум усатого коллеги. Я с ним много занимаюсь. Он, например, любит с каталогами. Я когда работаю с каталогами, он все карточки мне достает. Он ложится рядом, ложится на руки. То есть поиграю с ним. Мы придумывали. Игры всякие придумываем. То с линейкой, то еще с чем. Он все это знает и все это помнит. Еще совсем юный кот не устает удивлять библиотекарей своим задором. Например, по старой памяти залезает в ящики картотеки, куда он помещался, будучи малышом. Из всей литературы Грей предпочитает журналы. Правда, использует их для весьма практичных целей. Прячет между глянцевых страниц перышки, найденные на улице. Усатый хранитель книг давно уже полюбился не только коллегам, но и посетителям читального зала. Кот произвел на меня очень хорошее впечатление. Красивое животное. В хорошем состоянии. Видимо, за ним хорошо ухожу. В зоопарке Баваль, расположенном во французской комоне Сен-Иньян-Сюршер, появились на свет два здоровых детеныша панды. Кадры с пополнением и новоиспеченной матерью опубликовали сотрудники учреждения. Самка гигантской панды Хуань-Хуань специально приехала из Китая вместе со своим партнером Юанзи. Во Франции она родила близнецов под пристальным наблюдением экспертов из Поднебесной, обеспечивающих безопасность малышей и их мамы. Теперь у нас есть два замечательных малыша. Первый – 149 граммов. Это очень хорошо для панды. Второй пока постоянно находится в лапах у матери, которая совсем не хочет его отдавать и полностью сосредоточена на своем детеныше. Мы немножко подождем, чтобы забрать кроху и взвесить его. Нам все равно нужно будет это сделать, а также позаботиться о пуповине. Ранее в 2017 году Хуань-Хуань уже родила близнецов, но один из них, к сожалению, скончался на следующий день. С новым пополнением в семействе панд сотрудникам зоопарка предстоит еще много работы. Но малыши здоровы, поэтому причин для беспокойства нет. 71-летний Сеймус Эргиноглу создал настоящий лес на месте свалки своими руками. Мужчина потратил четверть века на расчистку холма в турецком Мардине и высадку на него сосен. Сегодня, благодаря трудолюбию мужчины, этот самый холм назвали в его честь. Сеймус вышел на пенсию в 1995 году, после чего начал убирать пластик и сажать деревья. Турек считает растения своей семьей после того, как потерял всех своих близких. За десятилетия неустанного труда мужчина высадил более 14 тысяч деревьев. Часть сосен он получил бесплатно от управления лесного хозяйства Мардина. А фруктовые саженцы, абрикосы, яблоки, лимоны, шелковицу, грецкие орехи, гранаты, инжир и маслины закупают за свой счет. Мое финансовое положение стабильное. Мне ничего не нужно. Что я буду делать с деньгами завтра, когда умру? Надо что-нибудь оставить после себя. Разве так не лучше? Лучше. Я сажаю деревья. Это то, что я делаю навсегда. И то, что я научился делать хорошо. Густые зеленые леса – это и есть наше богатство. Заботу о деревьях мужчина планирует продолжать каждый день вплоть до конца жизни. Крошечная община Альшинва в марокканской провинции Кенитра состоит из семи необычных семей. Все мужья здесь марокканского происхождения, а их жены – дочери Вьетнама. Они и их дети оказались здесь благодаря хитросплетениям судьбы. В 1950 году Франция, оккупировавшая Марокко, завербовала множество солдат для участия в виндо-китайской войне. Однако многие покинули армию, создали во Вьетнаме семьи и родили детей. «В 1951-1952 году я оставил французскую армию. Я видел много отрицательного и вещей, которые мне не нравились. Я отказался продолжать и сказал себе, что лучше сражаться в рядах вьетнамцев. Поэтому я избежал. Местные жители встретили меня с распростертыми объятиями. Хо Ши Мин наставлял свой народ, хорошо обращаясь с бегущими солдатами». Долгих 22 года марокканно-вьетнамские семьи жили в Юго-Восточной Азии. Пока в 1972 году король Марокко Хасан II не приказал бывшим солдатам вернуться вместе со своими родными в Африку. Семьям передали в пользование сельскохозяйственные угодья, где они провели всю свою жизнь. «Красивый человек – это человек с красивым сердцем. Я не знала его, он приходил к нам в дом. Я согласилась выйти за него замуж. Сначала я боялась идеи покинуть Вьетнама и поехать с ним в его страну. Но в Марокко хорошо нас приняли и обеспечили нас всем. Я жила достойной жизнью, как и все замужние женщины. И это был правильный выбор. Мы приехали сюда в 1972 году, и тогда у меня было шестеро детей. И я родила еще троих здесь, в Марокко». Реплику «Ламборджини» собрал 30-летний механик Мохаммад Нурулхак из индийского «Осама». На разработку авто ушло почти 8 месяцев. После размещения видео с бюджетным суперкаром в социальных сетях, оно стало вирусным, переделка старого автомобиля «Амарути Свифт» в модель дорогого итальянского болида обошлась мастеру недешево. На «Медаморфозы» потрачено около 620 тысяч рупий, что составляет приблизительно 608 тысяч рублей. Работы индиец начал в прошлом году, предварительно он посмотрел несколько видеороликов «Do it yourself» на YouTube, где почерпнул для себя некоторые идеи. «Любая деталь кузова полностью вырезана вручную. У меня не было подобной машины, чтобы брать что-либо оттуда. Мы используем простые листы металла для работы с кузовом автомобиля, опираясь на внешний вид машины, которую я спроектировал». Мастер не уверен, законна ли разработка такой реплики. Теперь он собирается проехать на машине по штату и надеется, что полиция не арестует его и не конфискует его детище. Как только парень опубликовал фотографии и видео своего «Ламборджини» в социальных сетях, он стал местной знаменитостью, а ролики завирусились по всей Индии. «Куда бы я ни пошел, я получаю очень хороший отклик. Все подходят, разговаривают со мной, поощряют меня создавать что-то подобное. Когда я прихожу на базар, сотни людей подходят и окружают мою машину». Кстати, автомастер Изо Само увлекается быстроходными автомобилями и фильмами «Форсаж», и он довольно хорошо разбирается в модификациях машин. До этого он 20 лет работал механиком и малером в гараже своего отца. Следующим на повестке дня умельца стоит другой итальянский бренд Феррари, хотя индус говорит, что сначала он хочет продать свое нынешнее творение за хорошую цену, поскольку для следующего проекта ему нужны деньги.